Мэрилин Мэнсон ранен на концерте. В Канаде аварийно сел самый большой пассажирский лайнер в мире, а в Нью-Йорке взорвали мост. Об этом не только в нашем обзоре. Жених и жених. В Германии зарегистрировали первый однополый брак. Сегодня в стране вступил в силу закон о браке для всех. Свадебная церемония прошла в ратуши берлинского района Шеннеберг. В присутствии ста друзей и родственников свидетельства получили двое мужчин. 60-летний Бадо Мэнде и 59-летний Карл Крайль. Прожили вместе 38 лет. На Мэрилина Мэнсона обрушилась декорация во время выступления в Нью-Йорке. Певец исполнял композицию Sweet Dream. Поднимаясь на конструкциях в виде двух гигантских пистолетов, и вдруг она рухнула. Насколько серьезно травмирован исполнитель, пока неизвестно, но концерт пришлось прервать. Сейчас у Мэнсона всемирное турне в поддержку 10-го студийного альбома, выход которого запланирован на 6 октября. В Нью-Йорке взорвали мост Тадеуша Костюшко. Путепровод, соединяющий Бруклин и Квинкс, открыли 78 лет назад и назвали в честь национального героя Польши и участника войны за независимость США. К 2020 году на этом месте построят новый мост. По словам губернатора штата Нью-Йорк, историческое название сохранят. У французского авиалайнера отказал двигатель во время полета. Самолет, направлявшийся из Парижа в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку в Канаде. Пассажиры слышали, как от одного из четырех двигателей отвалились детали. Речь идет о самом большом в мире пассажирском самолете, двухпалубном, аэробус А-380. На его борту было 520 человек, никто не пострадал. Дизайнер Вивьен Вествуд представила невероятные образы на неделе моды в Париже. Модели вышли на подиум с необычным макияжем. В своей летней коллекции Вествуд использовала необычные текстуры, насыщена оранжевого и желтого цветов. Кроме того, дополнила новую коллекцию яркими деталями, обувью, объемными аксессуарами, а также разнообразными головными уборами. Филиппинский священник благословил собак и питона. Необычный обряд прошел в зоопарке столицы Филиппин Манилы. Здесь традиционно молятся за питомцев накануне Всемирного дня защиты животных. Подобными акциями владельцы пытаются привлечь внимание к проблемам братьев наших меньших.